Продолжим нашу работу по теме координаты и реализуем второй уровень нашего проекта под названием «Код в лабиринте». Я надеюсь, ты выполнил все задания, которые были в учебно-демонстрационном проекте «Изучаем координаты» и теперь точно знаешь, какие команды нужно использовать для того, чтобы реализовать движение нашего спрайта по координатам и использовать их еще для каких-то других целей. Сейчас мы перейдем к реализации нашего проекта «Код в лабиринте» и создадим второй уровень для него. Напомню, что первую версию проекта «Код в лабиринте» можно найти по указанной ссылке, она тоже будет под видео. И сейчас немножко мы его тоже вместе вспомним. Я загрузила проект в Scratch. Выглядит он следующим образом. Если мы начинаем играть, то кот идет по лабиринту, сдувает одуванчики. Возможно, у тебя это какой-то другой персонаж. И в конечном итоге он возвращается к себе домой. Я сейчас сокращу путь. Вот он тут кричит, что ему больно, убираются очки. И вот он дома кричит «Ура, я дома!». Мы сделаем второй уровень. И в качестве примера или ориентира будем использовать проект «Лабиринт Ремикс», который тоже можно найти в студии «Юный разработчик игр Беларусь». И сейчас я его покажу. В студии «Юный разработчик игр Беларусь» мы можем найти проект «Лабиринт Ремикс». По картинке легко увидеть сам лабиринт, его изображение. И кликнув по нему мышкой, мы видим, что здесь немножко другой лабиринт. Если мы его запустим и начнем перемещать кота, то, во-первых, мы видим, что он уже в стенки бьется. Он их не переходит. Нам нужно очень точно попадать. Но я сейчас не буду играть дальше. Тут мы видим, что происходит анимация его движения смены костюмов. Возможно, в предыдущей версии ты это уже сделал. Но здесь недостаток есть. Вот он у меня не разворачивается. Наверное, я кому-то показывала и забыла сохранить. Ну и пока показывала, вот мы пришли до конца, прошли лабиринт. Если мы откроем код, то видим, код у нас немножко другой. И видим, что у нас есть лабиринт, который размещен не на фоне сцены, а в виде спрайта. Такое тоже можно делать. Либо, в принципе, мы можем использовать дополнительный фон. Ну что ж, перейдем к проекту «Ход в лабиринте». И создадим для него вот такой второй уровень с более сложным лабиринтом. При этом, еще раз повторю, мы добавим новый уровень с более сложным лабиринтом. И реализуем отталкивание от стен лабиринта. А потом еще добавим врагов и реализуем их движение по координатам, для того, чтобы закрепить команды движения по координатам. Для начала нам необходимо найти или нарисовать лабиринт. Это можно сделать несколькими способами. Можно взять просто скопировать спрайт лабиринта из проекта «Лабиринт Ремикс». Я надеюсь, ты знаешь, как это делать. Я не буду это показывать, потому что это было в предыдущих уроках. И этот спрайт можно загрузить из файла в свой проект. Можно также, как я уже сказала, лабиринт нарисовать. Но это долго, и можно ошибиться, надо рассчитать лабиринт. А можно использовать изображения, которых много в сети интернет. Вот таким образом мы сейчас и поступим. Я покажу, что можно найти любую картинку и добавить ее в свой проект. Чтобы найти картинку лабиринта, я просто воспользовалась поисковой системой Яндекс. В разделе «Картинки» ввела поисковый запрос «Лабиринт» и получила массу всевозможных картинок. Естественно, надо поискать, какой больше нравится. Ну вот мне понравился вот этот лабиринт. И я могу эту картинку сохранить. Нажать правую кнопку мыши и сохранить изображение как. Сохранить ее в свою папку. И потом из этой папки достать это изображение для того, чтобы загрузить его в свой проект. Единственное, что здесь стоит сказать, что нужно это делать аккуратно, потому что это может нарушить чьи-то авторские права. То есть лучше брать те картинки, которые лежат в свободном доступе, и авторы позволяют это сделать. Ну что, перейдем в проект. Сохраним его с новым именем. Это у нас будет вторая версия. Сделаем, если мы в офлайн-редакторе, сейчас я в офлайн-редакторе, можем использовать пункт меню «Файл» «Сохранить как». И в свою рабочую папку. Мы создавали рабочую папку на рабочем столе. Я ее назвала «Мои мультфильмы». И здесь я могу использовать существующее имя «Код в лабиринте». Ну и напишу «Код в лабиринте 2». Если ты работаешь в онлайн-редакторе, вот, например, я вошла в онлайн-редактор, то лучше сделать файл «Сохранить как копию», чтобы появилась копия проекта, с которым можно спокойно работать, если будут какие-то ошибки, это не страшно. Итак, вернемся к проекту. Здесь я его остановлю. И подумаем, как же будем реализовывать, добавлять фон на сцену, либо добавлять новый спрайт. Я думаю, что в данной ситуации, в данном проекте, имеет смысл все-таки добавить фон, потому что мы договорились, что фоны у нас будут локациями, и вот наша очередная локация, наш второй уровень, будет вторым более сложным лабиринтом. А уж третий уровень, это как раз-таки будет его возврат домой, то есть он придет в свою спальню. И придется нам немножко здесь подредактировать передачу событий. Значит, мы выбираем сцену, открываем вкладку фоны и добавляем сюда фон. В принципе, можно было добавить фон, выбрав здесь загрузить фон из файла. Он добавится сюда. Давай так сделаем. В принципе, либо можно сделать здесь тоже, загрузить фон из файла. Эти две кнопки абсолютно одинаково работают. Ну, давай используем эту. Вот у меня картинка лабиринта. Я ее выбираю и нажимаю кнопку «Открыть». Вот наш лабиринт появился здесь на сцене. Мы видим, что он немножко неудачно размещен. Сейчас мы исправим эту ситуацию, и проще всего это сделать, конвертировать в векторную графику. И теперь инструментом выделения мы берем, просто выделяем. И можно даже, я использую сейчас нажатие на клавишу «Стрелочка» на клавиатуре, так, чтобы изображение нашего лабиринта на сцене было примерно посередине. Вот так, мне кажется, будет красиво и удобно. Теперь мы можем опять сконвертировать в растровую графику. И здесь мне не очень нравятся вот эти стрелки, поэтому я их просто затру. Они мне не нужны. Для наглядности, если ты помнишь образцы в ремиксе «Лабиринт ремикс», у нас на выходе есть специальный значок. Мы этот специальный значок добавим. Это будет отдельный спрайт. Сердечко мы добавим или какой-нибудь там цветочек, чтобы было видно, куда спрайт должен прийти. Ну и вот наш третий фон. Он может быть сделан вторым для удобства, чтобы было легче ориентироваться. Вот так мы переместим его. И здесь напишем «Лабиринт 2», чтобы ориентироваться, что у нас есть первый лабиринт. Вот он, первый лабиринт. Его имя этого фона «Лабиринт». А вот имя фона «Лабиринт 2» мы задали. Так, поехали дальше. Теперь что нам нужно сделать? Нам нужно сделать. Сейчас нажмем флажок, потому что начало здесь происходит на этой локации, на первом фоне. И теперь мы должны исправить наш сценарий так и скрипт, чтобы по завершении движения, по касанию двери, наш код переходил не в спальню, а куда? Правильно, на второй лабиринт. Значит, мы должны подправить скрипт спрайта «Дверь», потому что здесь передается как раз сообщение. Мы пока это уберем. А передадим новое сообщение. Сделаем новое и напишем так и назовем его «Лабиринт 2». Нам нужно перейти ко второму лабиринту. Теперь код, получая сообщение «Лабиринт 2», будет соответствующим образом управляться. Да, я забыла также, что сделать. Если мы откроем спрайт двери, то здесь меняем фон не на «Дома», а на «Лабиринт 2». Ну что, давай посмотрим, что произойдет, когда у нас код появится во втором лабиринте. Опять же, мы немножко сократим путь. Потеряем очки, но нам это не страшно, не принципиально. Входим в дверь, и вот где код оказался. Произошло что? Произошло то, что, во-первых, наши одуванчики остались на сцене, во-вторых, код оказался не в тех координатах. Нам необходимо, чтобы он начал свое движение у входа в лабиринт. Давай сейчас это сделаем. Мы его поставим вот сюда, чтобы координаты отловились. И когда я получу лабиринт, мы используем команду «Перейти в x и y». Теперь ты уже точно понимаешь, как ее использовать. И значение этих координат точно совпадает со значением координат, в которых сейчас находится спрайт. Для этого мы его сюда и переносили. И еще нам желательно сделать так, чтобы он повернулся в ту сторону. То есть, чтобы начал входить в лабиринт. Это у нас команда «Повернуть в направлении». И направление у нас направо, 90 по умолчанию, так и есть. Что еще надо сделать? Надо убрать одуванчики. А одуванчики как у нас убираются? Они убираются точно так же, как в случае, когда кот переходил в спальню. Надо, чтобы они спрятались. Мы можем спокойно продублировать этот скрипт. И здесь выбрать «Лабиринт 2». И потом перетянуть, продублировать этот же скрипт на все остальные одуванчики. Вот я его перетягиваю. Проверяю. Действительно, вот все скрипты появились. Вот сюда не появился. Здесь только спальня. Сюда получилось. Но сейчас еще раз попробуем. Вот, все получилось. Когда я получу «Лабиринт 2» спрятаться? Ну что, проверим. Итак, опять идем скорее в дверь. Мы тестируем. Нужный нам функционал. И вот прекрасно мы попали к началу лабиринта. Здесь мы видим, что уже сразу наш код в лабиринт явно не вмещается. Нам нужно изменить его размер. Давай так и сделаем. И подумаем, надо ли нам, чтобы он был всегда такого размера. Либо на первом уровне пусть он будет того размера, который есть. А на втором уровне, во втором лабиринте, мы его сделаем меньше. Я думаю, что так и стоит поступить, потому что первый лабиринт попроще и код пускай будет большим. Значит, мы перейдем в скрипт кота. И в самом начале, когда щелкнут по флажку, с этого все начинается, мы выберем команду «Установить размер». Вот он, размер, как раз тот, который есть. Это, оказывается, 40%. Вот сюда мы его, ну, в общем, неважно, куда его ставить. Можно вот сюда, в самое начало, чтобы он сразу становился этого размера. Почему я это делаю так? Потому что, когда мы добавим после получения сообщения «Лабиринт 2» изменение его размера, установится размер меньше, чем 40%. Сейчас подберем сколько. Тогда получится так, что если этой команды не будет здесь, начинаться игра будет всегда с маленького совсем размера. Ну, надеюсь, я понятно объяснила. Сейчас мы уменьшим нашего кота так, чтобы он вмещался в наш лабиринт. Вот не вмещается здесь, явно видно, что он будет касаться границ. И видно, что вот очки закрывают нам часть лабиринта, поэтому надо его еще подвинуть, подправим. Ну, вот он еще меньше пролезает. Ну, почти. Не получается ему попасть, он ударяется о стены, потому что пока у нас реализовано движение слишком большими шагами длинными, мы изменяем «Х» на 10, это много. Если мы сделаем изменить «Х» на меньшее количество, например, на 3, тогда он будет нормально попадать. Ну, вот по размеру я вижу, что он вполне вмещается в наш лабиринт. Давай сделаем здесь не 10, а, допустим, 4. Этого достаточно будет для тестирования. 4 и 4. Вот он уже не такие большие шаги делает, видно, да, но можно на стрелочку чаще нажимать. И уже он практически не касается стен. Для нас это важно, потому что мы решили, что мы еще сделаем, чтобы он от стен отталкивался, то есть чтобы он не проходил вот так вот сквозь стены. Так, что я сказала, надо сделать? Надо сделать его размер. Вот размер оказался, что 15% всего, то есть вот когда он попадет в лабиринт 2, то его размер должен быть 15%. Ну что, давай проверим. Нажимаем на флажок, вот он большего размера. Переходим. Здесь, к сожалению, получается слишком медленно. Те, кто постарше, могут подумать, как сделать так, чтобы здесь шаги были пошире, побыстрее, чтобы он перемещался. Потом будут небольшие подсказки в конце урока. Ну а сейчас мы должны попасть во второй лабиринт. Вот он. И здесь уже все замечательно. Нормального, маленького размера мы добились того, что хотели. Сейчас сделаем все-таки фон. Переместим еще правее. Возьмем, выделим. И вот так вот стрелочкой я двигаю, чтобы очки отображаемые нам не мешали. Вот так будет замечательно. Как раз лабиринт прекрасно вмещается. И что еще надо будет изменить? Наш код окажется вот здесь. Но, в принципе, может быть, это и не страшно. То есть, вот когда мы дойдем, я даже не буду его двигать, я вот так вот сделаю. Вот он здесь. Да, ну пускай немножечко пройдет до лабиринта. Можно даже что-нибудь дорисовать. Здесь такой как вот канальчик. Можно еще дорисовать лабиринт при желании. КОНЕЦ